доброе утро наши дорогие зрители немножечко дайте им пару минут на то чтобы присоединились наши гости все кто будет смотреть записи вы спокойно можете отмотать пару минут потому что мы начнем где-то через пару минут пишите с каких вы городов с каких стран почему вам интересна эта тема пишите вопросы которые вы хотите задать сегодня сегодня у нас с вами тема это коралловые дети причем дети не просто которые пьют бады сейчас немножечко еще соберемся на доброе утро девочки доброе утро мальчики доброе утро всем кому тема детей очень актуально и интересно сейчас еще ждем немножечко еще пол минуточки и начинаем здравствуйте здравствуйте все все кто пишет спасибо что вы заходите что вы с нами спасибо за ваши лайки и ваши сердечки спасибо что этим субботним утром вы с нами и наверное раз с нами то вам эта тема интересна и так я обещала в прошлый раз что сегодня в эфире будет моя дочь потому что как-то она мне сказала ведь мама почему ты меня не пригласишь на эфир и я подумала да действительно почему нет вот но когда я подумала немножко об этом я подумала что нас очень много детей которые с рождения пьют бады и вот этот вот вопрос когда мамы говорят а не страшно когда ребенок пьет бады а тебе не страшно давать ребенку бады или когда новые родители приходят в коралловый клуб новые чайны клуба они говорят а не страшно а ребенку тоже можно давать коралловую воду я все время смеюсь и говорю нет сама пей коралловую воду а ребенку давай воду из лужи конечно же да конечно же нужно и нужно про это знать и вот знаете бывают разные истории бывает история когда там пришли только вот попили там серебро то те истории, которые вы уже знаете, да, ребёнок перестал болеть, быстро выздоровел, это одно. А я сегодня хочу вам показать детей, которые всю свою жизнь пьют БАДы, и этим детям не один год и не один месяц. Эти дети гораздо старше. И у нас сегодня будут разные детки разного возраста. Мы пообщаемся сегодня с мамами и увидим этих деток. И самый первый ребёночек, которого я хочу пригласить, это уже не ребёночек, это взрослый парень, ему 16 лет, это сынок моей подруги, я его ищу. Мы с ней пришли вместе в коралловый клуб, я была беременна, а она уже Данилку родила. И Данечка, наверное, пьёт продукт месяцев с 10. Всё, я уже его добавляю. Месяцев с 10. И, ну, наши дети, конечно же, не болеют, но я вообще хочу просто вот показать вам этих детей, какие они классные, какие они здоровые. Данила, привет! У меня зависло, всем привет! Ты нас не видишь? Да, видно тебя, хорошо видно. А ты не видишь? Не, я вижу, вижу, ладно. Всё, окей, здорово. Привет, Данила, скажи, в каком городе ты живёшь? Сейчас я живу в городе Воронеж, сам приехал из Хабаровска. Да, раньше жили в Хабаровске, в коралловый клуб. Мама тебя... Да. Не просто привела, она тебя туда принесла, или как не знаю сказать. То есть ты пьёшь добавки с рождения практически. Да, да, с одного года. Да, даже я знаю чуть раньше. Вот. Тебя никто не спрашивал, хочешь ты не хочешь, тебе просто давали. И ваши... У вас были разные истории. И мы тогда на своём собственном примере, на своём собственном опыте, вот всё это пробовали, давали своим собственным детям. Тогда ещё не было столько знаний, сколько сейчас. Вот. И мы тогда начинали, по сути, всё это изучать вместе со своими детьми. Дань. Да, Данечка у нас красавчик. Так у нас, Данечка, вообще ещё и супер ребёнок. Я, знаете, хочу сказать... Ну, давайте я буду спрашивать. Дань, ты часто болеющий ребёнок? Ну, вообще, болею я очень редко. Иногда простываю, но это бывает раз в год. Максимум два. То есть я практически не болею никогда. А когда ты болеешь, ты пьёшь таблетки? Конечно, да. Мама мне советует всего, кучу, кучу. Я интенсивно пью и быстро выздоравливаю очень. Но я сейчас к вопросу. Эти таблетки покупаются в аптеке или вы пьёте БАДы, когда заболеваете? Ну, конечно, БАДы пьём в коралловом клубе, так что... Таблетки ты не пьёшь? Нет. А ты вообще когда-нибудь пил таблетки? Нет. Нет. Нет, да? Ну, кораллов. 16 лет услышите ребёнку. Ребёнок никогда не пил таблетки. А медицинская карта у тебя есть в поликлинике? Конечно. Как же без обследования? Ясно. Ну, у тебя она вот такая вот или она плоская? Да, она очень маленькая по сравнению с другими, если. Хорошо. Замечательно. А вот ты помнишь, сейчас уже ты взрослый парень, тебе 16 лет, а когда ты был ребёнком, когда ты ходил в детский садик, ты болел часто или тоже не болел? Ну, в детском садике я практически никогда не болел, потому что я всегда себя чувствовал очень прекрасно, всегда был здоровым, энергичным и так далее. Я скажу для мам, которые нас сейчас слушают. У нас всё время, ну, мы смеялись по этому поводу. Моя бухгалтера Алла как-то говорит, говорит, это, говорит, капец, закрыли, говорит, садик, не закрывают на карантин, потому что, говорят, по нему в садик ходят, потому что они единственные в группе, не болеют. Вот. Это так на самом деле. И вот я хочу сейчас вам показать ребёнка, которому 16 лет не просто так. Дань, скажи, пожалуйста, вот тебе 16 лет, и я знаю, что у тебя совершенно осознанный подход к здоровью. То есть ты ведёшь здоровый образ жизни. Да, всё правильно, я веду здоровый образ жизни. И ты можешь сказать сегодня, занимаясь профессиональным спортом, которым ты занялся не так давно, год назад, да, что вот скажи мне, пожалуйста, скажи нам всем, как ты считаешь, вот ту базу, которую мама в тебя заложила, она благотворно сегодня сказывается на твоих результатах в спорте, вообще на твоём здоровье, на твоём вот сегодняшнем твоём, на твоей сегодняшней жизни. Ну, конечно, эта база очень мне помогает, потому что я за год достиг таких результатов, которых некоторые дети добиваются многих год, ну, в течение долгого времени. И эта база мне безумно помогает в моих силовых показателях, потому что они с каждым разом у меня всё улучшается и улучшается. Каким спортом ты занимаешься? Да, занимаюсь лёгкой атлетикой. Расскажи мне, пожалуйста, по поводу питания. То есть проблема сегодня подростков, сегодня, конечно, другие дети, но есть дети, конечно, которые курят и пьют. Я даже не буду задавать тебе этот, ну, вообще глупый вопрос, потому что это не про наших детей. И мы про этот вообще целый эфир можем, кстати, создать, почему же наши дети начинают пить и курить. А скажи, пожалуйста, что ты кушаешь, что составляет твоё питание в течение дня, в течение недели, как ты питаешься? Причём, как бы, ну, заметьте, вот, например, сейчас ребёнок один. Мама у него отдыхает где-то в отпуске в Крыму, да? А ребёнок один живёт. Вот ребёнок, сын, мальчик находится в доме один, уже на неделе две. Вот что ты себе готовишь, что ты кушаешь? Ну, вообще, вот, серьёзным питанием я вот занялся недавно, что прям серьёзно, всё сбалансировано. Я понимаю, что организму нужно как больше продуктов, которые помогают тебе в спорте, и поэтому я каждый день составляю свой рацион питания под определённую нагрузку. Например, когда у меня зал, я стараюсь подобрать больше белков, и, соответственно, пытаюсь больше есть в этот день. А когда у меня какая-нибудь лёгкая работа, когда мы на стадионе бегаем или выполняем другую работу, я стараюсь как можно есть лёгкую пищу, чтобы быстрее усваивалось. А скажи, пожалуйста, белок – это что? Ну, вообще… Это мясо? Это много мяса, которое бежит? Я сам не ем мясо, я получаю белок из более правильных продуктов – это рыба, сыр, творог, какие-то растительные, грибы, фасоль и так далее. Много овощей тут же ем. Хорошо. Бады? Ну, бады – это очень серьёзная тема для меня, потому что я пью очень много. Я пью лицетин, всякие ферменты, протеин. Я очень люблю наши коктейли, потому что в них очень содержится много белка, особенно как дозал. Также я пью омегу, курунгу, то есть, чтобы поддерживать свой иммунитет и так далее. Очень много пью. У нас Даня бежит на тренировку, поэтому я должна уложиться в кратчайший срок. Последний вопрос. Данила, как ты учишься в школе? В школе я учусь хорошо, без строек. Мне очень нравится моя учёба. Я очень в себе замечаю то, что у меня хорошо развита память и смышлённость, и мне это очень помогает всегда. Спасибо большое. Спасибо, Даня. Я хочу подметить, что вода – это является самым главным. То есть, я пью 4 литра в день, тёплой, с добавлением Coral Mine H500, и эта вода, она просто поддерживает весь организм, потому что я чувствую, когда я пью воду, у меня получается выносливость, тонус, сил и многое другое, потому что вода – это самое главное, фундамент. Хорошо. Спасибо тебе большое. Я тебя отключаю. Беги на тренировку. Пока я подключаю нашего следующего участника, я расскажу немножко ещё про Данилку. Всё. Спасибо большое, Даня. Пока-пока. Пока. Так. Пока я подключаю следующего нашего участника, ещё расскажу. Вот в прошлом году Данила вместе с мамой гостили у меня здесь в Сочи. И знаете, что было удивительным? То, что я утром просыпаюсь, ну там, выхожу в гостиную, так, сейчас ещё кто у нас тут, Екатерина, ищу, ой, ещё, выхожу в гостиную и смотрю ребёнок, да? А, я такая говорю, к нему спиной стою и говорю, Данила, завтракать будешь? А он такой говорит, я ещё воду не попил. И я поворачиваюсь, вот смотрю, он сидит, сидит взрослый парень, сидит на диване, он с такой большой бутылкой тёплой воды и пьёт её. В общем, как бы показываю следующего участника сегодняшнего нашего эфира, это Катюша. С Катюшей мы познакомились несколько лет назад, она пришла в коралловый клуб для того, чтобы она сама себе, сама сейчас расскажет. Привет, Катенька. Да, здравствуй, Настенька. Ну, пришла за ребёночком, беременность. Не наступала у нас. Занялась плотно своим здоровьем, собственно говоря, ну и много читала, изучала относительно коралловых продуктов. Абсолютно всё. Я прошу прощения, мы тут гуляем, поэтому... Вот. Много я прочитала. Значит, есть литература, прям подготовка к беременности, да, подготовка к родам. Там, по-моему, 4-5 книг. Я их просто, знаете, как вот, от курки до курки на несколько раз. Вот. Придерживалась абсолютно всего. Всё у нас случилось. Ребёнок у нас в ближайшее время появился. Я даже более того скажу. Я помню, как мне Лена позвонила, ой, как мне Катя позвонила и сказала, я даже не думала, что так быстро случится. Да, да. Ну, как-то вот случилось, да, время пришло, здоровье в норме, видимо, стало, да. И у нас всё получилось. Вот. Продукты я пила много на протяжении всей беременности. Вот. И ребёнок у меня тоже буквально, ну, с первого дня, вот прям могу сказать, да, там, с живота с первого дня мы были на продукте. В роддом я брала сразу с собой молозиво, лецитин, так вот на память, да, вода. Это то, что я ей дала вот прям сразу. Хоть и говорят, там, воду нельзя, да, вот это всё пила. Да, да. Пила на меня воду вот прям с первого дня. Вот. И, собственно говоря, я таким образом восстановилась тоже очень быстро. У меня обезболивающего укола не было. У меня была концентрированная вода 0,5 с микрогидрином. Вот прям просто бутылочку 0,5 воды и родила я сама. Вот. Как бы я считаю, что это мне очень помогло. Ага. Вот. Потому что, ну, всё-таки микрогидрин, вот, концентрат, да, он такой даёт, даёт свой эффект. Ты чувствуешь силу. То есть всё у нас, всё случилось и получилось, да. А Ринка у меня, она пила продукт с моей помощью, да. Сначала капсулу я выдавливала ей. Ну, то есть по чуть-чуть, конечно. То есть интуитивно не делала ничего вот так вот прям вот как надо, да. Ну, как чувствовала, так и делала. Да, да, потому что знаний уже было много, понимания, осознанности. Да, да. То есть лицетинчик я ей там на язычок давала, она его, ну, сразу, да, залюбила. Потом молозива, это то, что вот прям такое основное, да, воду я уже не говорю, вода была просто нон-стоп всегда. У неё только коралловая, либо с микрогидрином. Ну, микрогидрин, конечно, делала не такой концентрированной, но понемножечку, да, его насыпала, чтобы, ну, мало ли что. Когда у неё, она уже, ну, сама могла, да, употреблять. Мы, мы, мы что пили? Мы пили, вот самое любимое, это был чеснок. Как ни странно, я не знаю почему. Чеснок? У меня ребёнок просто чеснок. Она со страшной силой его ела. А я скажу, что и мой ребёнок, и Данила, который сейчас был, наши же дети чеснок поедали банками. Это правда. Да. И причём вот эта масляная формула, она была очень удачная. Я не знаю просто, ну, я сама-то его глотала, чтобы, ну, так, быстренько, да, как бы его не ощутить. Она прям ходила и сжевала его. Вот прям сжевала капсулу, выплёвывала, ей это нравилось, находила вот эта вот у меня ароматная. Вот. Ела она его много. Вот прям реально много. Сколько сейчас уже Аришке? Аришке 4 года. Она там где-то рядом гуляет? Покажи на моё. Она, знаете что, она на катамаране поехала. Поехала сейчас по озеру на катамаране, я не смогла её поймать. Понятно. Поэтому, к сожалению, её не смогу сейчас в кадр. Ну, может быть, ещё и прибежит. Хорошо. Ну, скажи так, она, вот эти вот продукты, да, почему-то, я не знаю, вот ещё ребёнок не говорил, да, ещё я не могла объяснить, что для чего. Она просто вот даже ещё ползала, на кухне что-нибудь в баночку достаёшь, ну, вот просто она начинает бренчать. Она просто вот на карачках летела на кухню, вот она уже понимала, что там вкусняшки. То есть, ну, дети реально любят это. Вот. И ела в неограниченных количествах. Меня вот это первое время пугало. Потом просто я поговорила вот, ну, со знатоками, да, Кораллового клуба. Они мне сказали, успокойся, ребёнок больше, чем ему надо, не съест. И я перестала тревожиться по этому поводу. Вот сколько она хочет, столько она ест. И потом поняла, да, действительно, вы знаете, она вот какой-то продукт наелась, вот тот же лецитин, да, вот одно время она прям его сильно вот много вот ест. Титин, титин вот этот ещё разговаривать не умела. Потом нет, не хочу и всё. Да, то есть, ну, вот какой-то продукт она бывало сильно много кушала. Сейчас всё абсолютно в норме. Она сама знает, какие баночки её, какие мои, хотя они стоят в одной куче. И осознанность эта у неё пришла очень быстро. Конечно, она понимает сейчас уже там, что повкуснее, да, там любимые её продукты это бикурунга, это попайка, лецитин. Вот это вот всё, это, конечно, её вот фавориты. Когда формула поменялась с чеснока, стало нам сложнее, который нужно глотать. Да. Но опять же договорились с ней, что вот ты кушаешь ту, которую надо проглотить, капсулку, да, там, вот, и потом вкусненькую. Ну, нормально всё, то есть, как бы, мы научились глотать. Ну, вот с такими вот, да, которые глотать, есть сложности. А вообще вот всё ест, вот абсолютно всё. Очень любят наши коктейли. Коктейли это прям вот даже она только пить начала, ну, уметь, уметь, как прикорм, да. Я-то коктейли пила постоянно, и вот просто она этот шейкер видит, раз попробовала. И просто я понимаю, что у меня ребёнок пьёт. Вот. А я в него добавляла ещё сперлину, то есть зелень, да, вот эту вот. Как бы выглядит не очень, но по вкусу ей нравилось. Она прям вот, ну, отбирала у меня его и пила. Ну, малюсечка, да. И сейчас то же самое. Она просто его пьёт. И я совершенно спокойно понимаю, что там, ну, абсолютно всё есть, да. Она выпила этот стакан своего коктейля, и, ну, витамины все получила. Поэтому, ну, какой сложности нет. Когда они сели, съели макароны или рис, то тут, как бы, большой вопрос, что они съели. А когда они подъели тут же сперлини, то да. Катюша, ещё последний вопрос задам. Тебе, скажи, ребёнок часто болеющий или нет? У нас ребёнок вот, ну, нельзя так, наверное, да, говорить. Она совсем у нас не болеет. Вот совсем. Да, да, вот прям вот всё хорошо. Что делаю я? Вот ради профилактики. У меня всегда есть SilverMax, то есть в спреи, да. Это было тоже ещё вот совсем она малюсечкой была. Мы зимние, поэтому, ну, вот эти вот все вирусы, да, вот это вот. Мы что делали? Вот куда-то сходили, да, вы там даже вот ещё в культуре, лёчки, всё. Мы приходим, я ей обязательно пшикаю в ротик, в носик. Прям буквально вот. Она у меня просто приучена к этому, и проблем никаких нет. Водичка, водичка. Я не знаю, это помогает. Нет, ну вот мне вот интуитивно, мне хотелось это делать, и я делаю это постоянно. Тем более в период простуд, да, там кто-то аксолинкой мажется, кто-то что-то. Нет, мы этого ничего не делаем. Мы просто по приходу домой вот пшикаем вот эти слизистые. Всё. Ну, и чеснок, конечно, он вот вообще просто это то, что всегда, вот нон-стоп она ест. Хорошо. Таким нет, у нас проблем нет, что мы болеем. Карточка у нас только вот то, что в садик нужно ходить, ну, вроде как пройти то, что нужно было. Формальная карточка. Да, вот эта формальная карточка у нас есть, которая берут в сад, всё. Так же никаких у нас нет. Когда в твоей семье появится второй, третий ребёнок, ты будешь делать всё точно так же, ещё больше, наверное? Абсолютно. Абсолютно всё так же, да, абсолютно всё так же. И, ну, я просто уже знаю, как это работает. Поэтому тут даже без сомнений. Спасибо, Катюшенька. Спасибо. Мы с тобой прощаемся. Пока-пока. Спасибо. Всего доброго. И у нас сейчас на связи Германия. Так, сейчас найду Германию. У нас там тоже лялечка. Так, 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 у меня подвисло. Не могу добавить. Ага, появилась. Так. Галина. Галочка у нас сейчас появится. Это мамочка двух деточек. Вот. Она у нас... Галя очень сильно переживает за русский язык. Очень переживала прийти в эфир, берила и переживала за русский язык. Русский язык не её родной язык. Ты кто по национальному... Ты откуда? С Казахстана. А, с Казахстана, да? Ну, уже как бы, да, всю жизнь живёт в Германии, да. Поэтому, ну, ты не переживай, ты прекрасно говоришь по-русски, всё замечательно. Вот. Галь, расскажи, пожалуйста, у тебя двое детей, как вы пришли в Коралловый клуб? В Коралловый клуб мы пришли год назад, потому что старшая всегда болела, получается, мы зимой, в ноябре начиналась. Сколько старше лет? Ей было тогда два года, сейчас три. И она всё время болела, получается, с ноября начиналась, три недели сопли, кашли, уши воспалялись. И почти до февраля так у нас всегда было. Ну, ага. Хорошо. И у нас сегодня эфир «Здоровые детки», поэтому будем рассказывать сегодня про твоего второго детёнка, который практически с рождения пьёт добавки, да? Да. Расскажи. Четыре месяца, когда я начала ей давать. Ага. А почему ты начала давать добавки ребёнку маленькому? Чтоб не так часто болела, как старшая. Потому что ты увидела результат на старшем ребёнке? Да. Ну, нет. Как, я начала обоим давать, и потом потом... Елена видела разницу, что младшая как сильно болеет больше старшая, тоже больше сильно не болеет, и я начала им дальше давать. То есть ты начала давать БАДы детям одновременно? Да. А, то есть понятно. То есть ты не экспериментировала? Нет. В смысле, ты сразу на старшую не проверяла, сразу же начала давать на маленькому? Нет. Сразу двум начала давать. Снова боялась, и помню ещё, как ты мне потом сказала, Галя, что ты боишься? Ты не боишься давать антибиотик детям? И после этого я начала думать, и думаю, ладно, попробуй. И потом начала пробовать, и да. Ну, тогда расскажи, что случилось. Расскажи, вот маленький детёнуш у тебя не болеет, правильно? Не так часто. Ну, не болеет. И если болеет, тогда только пару дней. И, например, в последний раз у неё была температура ночью, и я ей сделала коралловую воду с Х-500, и на следующий день у неё температура больше не было. И у неё было 38,9 уже. Хорошо. То есть, как бы, в принципе, маленькая у тебя, наверное, таблеток не пила, да? Нет. А тогда давай уже немножечко к твоей старшенькой вернёмся. А что у старшенькой, какие результаты по здоровью случились? У неё было, что она всё время говорила, у меня уже животик болит, животик болит. Я думала, что это просто она научилась разницу и говорить, что живот болит. И потом я ей начала делать паразитарную программу, и на 15-й день у нас бычий цепень вышел. И не только один, несколько их вышли. И потом она перестала больше говорить, что у неё живот болит. То есть сейчас всё хорошо? Всё хорошо, да. Мы фотографию с вашим горшком показывали на всей стране, и не только стране. Потому что он летал, потому что поверить, что это вышло с трёхлетнего ребёнка крайне сложно. И вот к вопросу опять к тому же, да, там, а откуда у моего ребёнка? Или к вопросу о том, когда люди начинают прослушать концепцию здоровья, бегут, покупают химический препарат. И, как говорит наша Елена Борисовна, да, Каташова, она говорит, вы никогда не знаете, что носят ваши дети. И что вы носите тоже. И если вы химическим препаратом полечили, аскориду это одно, а если там в это время, если там есть цепень, то это будет совсем другая история. И историю эту будет исправлять очень сложно. Можно лечить только, конечно же, травками. Окей, народ там пишет, видишь, видели горшок. Хорошо, хорошо. Скажи, пожалуйста, вот те знания, которые ты сейчас уже получила, вот ты, знаете, по этим знаниям, по питанию, по оздоровлению, уже год воспитываешь детей. Разница большая? Да. Вот как было раньше, как сейчас, как малыш растёт, и как росла твоя старшая по болячкам? Да, большая. Младшая быстрее развивается. И она не болеет. И что я ещё хотела, результат, вот сейчас у меня один был, я была в курорте с детьми, и, получается, взяла сразу с собой фитоверон, потому что думала, будут там болеть, потому что им в садик там ходить, и маленькие в садике ещё не было здесь. Да. И вот на первую неделю у них начались сопли и кашляли ночью. На следующий день я встала, делала... Извиняюсь, у меня звонок пошёл. Не все знают, что у меня эфир с 12 до часа. Ну, и я сделала сразу фитоверон им с водичкой, и, получается, три раза я им давала, потом на следующий день всё, ни соплей, ничего больше не было. А те дети, от которых они зародились, они ещё все бегали с соплями до колен, ещё до последней недели, получается. Мы там три недели были, они все ещё болели, а мои уже бегали, прыгали, как всегда. Окей. Ну, спасибо большое. Там все просят горшок в студию. Горшок выложу в наш Коралловский чат, да? Я могу, наверное, выложить ссылку в Инстаграм. Ну, или там пишите, мы отправим вам в личку. Я не думаю, что это такое зрелище, которое стоит демонстрировать в интернет-пространстве, в Инстаграме. Вот. Там спрашивают, кто вам может помочь программу расписать. Программа, она обычная. Там сложностей никаких нет. Мы про это всегда проводим эфиры. И у нас есть эфир от Ирины Борисовны Каташовой. Там вы можете посмотреть. Вот. И также может вам подобрать программу, продукты. Противопаразитарный тот человек, который вас пригласил на этот эфир. Так, Галочка, ты хочешь ещё что-то сказать? Нет, вроде бы всё сказала. Хорошо, спасибо большое. Мы с тобой прощаемся. Спасибо. Пока-пока. И у нас ещё один участник. У нас ещё не один участник. У нас же ещё потом там моя дочь будет, помните, да? Заводчик сегодняшнего эфира. Так, сейчас я ищу Лизу. Так, я с Лизой познакомилась у нас на семинаре. Пришла... Это было дело в Москве. Девушка-ведущая, такая в перерыве, подходит, садится на передний ряд и держит лялечку вот так. Я вообще чуть не упала. В общем, оказалась девочка из моей структуры, оказалась вот эта вот чудесная девочка, которая перед нами. И ляльке тогда было буквально там что-то 2 или 3 недели. Вот. А мама уже в это время скакала на семинаре, была ведущей. Жизнь у неё кипела. Лиза, привет, моя дорогая. Привет, моя хорошая. Да, здравствуйте, здравствуйте. Да, у нас сегодня эфир «Здоровые детки». У Лизы двое детей. И как бы... И сегодня мы будем опять так же, как с Галиной, в параллели. Потому что один ребёнок пьёт с рождения, да? Ну, расскажи сама. Да, да, у меня старшей дочке 5 с половиной, поэтому тогда я ещё не знала о коралловом клубе. Сейчас возьму. Спать пора уже. А, тут мы так протянули. Ты сладкий и свиньи, сладёныш. Спать хочет. Вот. А младшему вот ему год и 4... Просто я сегодня без помощника. Да, да, ну ладно. Сейчас у меня только 10 дома. Мама, ты давай. Ну, что ж такое. Вот. Ему год и 4, этому крикущему. Он с рождения, да, конечно, беременность. Я проводила... Я была на продукции кораллового клуба, и как раз-таки я забеременела на коловаде. А, на коловаде, окей. Как это часто бывает, да. Я не знала об этом просто. Я проходила коловаду. Я не могу. У тебя там ребёнок олёт, у меня сердце кровью обливается. Да, он сейчас придёт сюда, успокоится. Он уже почти самостоятельный ребёнок. Мы можем... Мы можем соединиться с тобой чуть позже. Сейчас с Полиной поговорим, потом с тобой. Давай так сделаем? Да, давайте, может, так. Давай, давай. Сейчас тогда ты как раз детёнка успокоишь немножечко, и я тебя подключу. Всё, договорились. Так, ну ладно. Значит, мы с Лизой чуть попозже. А сейчас... А сейчас моя девочка... Моя дочечка... Я её добавлю, чтобы уже потом не отвлекаться, и расскажу. Я сегодня сделала пост в Инстаграме о том, что... Вот этот вот вопрос, который очень часто родители задают. А не страшно ли давать вам БАДы? Вот страшно не давать. Наверное, скажи, мне реально есть с чем сравнивать. У меня двое детей. Она дома, она просто вышла на балкон, чтобы мы не фонили, мы не знали, как тут присесть рядом и разговаривать друг с другом. Вот. Это моя Полина, это мой коралловый ребёнок. Я пришла... Сегодня моя история. Я пришла в коралловый клуб в тот день, когда я узнала, что я беременна. Беременна вот эта вот девочка, и вот можно как бы глядя на неё, понимать, сколько я лет в коралловом клубе. И скажу так, рожать мне было нельзя. То есть первые роды я двумя ногами стояла на том свете. У меня был ДВС-синдром. И если у нас есть врачи, или врачи слушают, они знают, что тут от врача ничего не зависит. Тут просто вот женщина, ну, может умереть, и как бы женщины умирают. Это кровотечение, которое невозможно остановить. И в какой-то момент, я не знала, что происходит, бегало огромное количество врачей вокруг, то есть был какой-то шум, гам. Я понимала, что что-то происходит, но что не знала. И потом уже я ничего не помнила. И когда я очнулась в коридоре рядом с медсестрой, зашевелилась, она подошла ко мне, ну, посмотрела, что я проснулась и сказала, «Ты осталась жива чудом. Никогда больше не надумайся рожать детей». И потом мама моя, будучи врачом, то есть она звонила, разговаривала, заведующая наделением, и таскала, то есть как бы вот, ну, то есть там делали всё возможное, и ручное обследование полости матки, и всё, и как бы вот, ну, в общем, потом уже узнали, что это называется ДВС-синдром. Чуть позже. В общем, как бы кровотечение остановилось само по себе. И каким-то образом меня просто оставили жить. И 24 года назад я родила своего первого ребёнка. И так вот сложилось, что через 9 лет вторая беременность. И я не знаю как, я никогда не думала о том, что я буду рожать ребёнка, о том, что я когда-нибудь рискнула, но в тот момент я точно знала, что мы её рожаем. И как-то вот, знаете, вот всё само собой случилось. То есть утром я узнала, что я беременная, а вечером я стала членом Кораллового клуба. И когда я пришла в Коралловый клуб, я попала на свою первую лекцию, на которой услышала о здоровье. И это то, о чём я вообще не знала. Я очень хорошо знала про болезни. Я очень знала хорошо про таблетки. Что от чего. Но что такое здоровье и как его сохранять, я, оказывается, не знала вообще. Про здоровье питание я тоже ничего не знала. Это было 15 лет назад. Мы пили тогда ещё воду из крана. И знаете, мне очень хотелось жить. Я поняла, что эти знания пришли не просто так. И я ходила на все школы, которые были в клубе. Я переписывала, тогда были видеокассеты, всё, что только можно было переписывать относительно здоровья. Это было вот такого, Ольга Алексеевна, с Академии здоровья. И мне так не хватало этой информации. Этого было так мало. Я не знала, в каких книжках читать, на какие семинары, куда бежать. Интернет практически ещё был пустой. Это вот сегодня такое количество информации, что можно сойти с ума и уже вообще не понимаешь, что есть хорошо, а что не есть. А тогда был просто дикий голод. И я не знала, где, в каких местах, что искать. И, конечно, для меня Коралловый клуб тогда лёг просто такой вот информацией, такой базой. Но из того даже то, что я там смотрела, мне было мало. То есть потом появились книги в моём доме. Аткинса, биодобавки. Что-то мама стала мне помогать. Я даже смотрела этих вот Малахова, Семёновой. Я читала книжки, которые никакого отношения не имели. Клубы, да, я читала. И «Очаровательный кишечник». И всё-всё-всё, что было тогда в те времена. И, в общем, я скажу, что я добавки не пила, я их жрала. Я их ела вот такими вот горстями, потому что я понимала их ценность. Плюс ко всему я ещё посмотрела свою кровь на тенопольном микроскопе. И, к счастью, к великому, доктор, который осмотрел мою кровь, она вообще гинеколог. И она, показав мне мою кровь, сказала, «Детка, у тебя очень густая кровь. А ты понимаешь, что твой ребёнок сейчас испытывает гипоксию. Самые тонкие капилляры, самые тонкие сосуды находятся в плаценте. И твой ребёнок испытывает кислородное голодание». И тогда я поняла вообще вопрос, хочешь пить воду, не хочешь, он больше вообще не встаёт, ты просто её обязан пить. Много всего было интересного во время беременности. Зная мой анамнез, как бы врачи готовили, то есть мне там делали плазмоферез и что-то ещё. И, в общем, короче, всё это дело бросало, потому что было от этого ещё хуже. И в какой-то момент я поняла, что туда лучше не ходить. Вот у меня был чудесный мой гинеколог, моя любимая Валентина Андреевна, Астафьева в Хабаровске, которая вообще позитивнейший человек, благодаря которой я родила здорового ребёнка, в том числе, благодаря ей. И я просто жила, наслаждалась жизнью. И скажу так, я свою первую беременность, я же болезненным ребёнком была, я же больная была женщина. У меня всё болело. Я 9 месяцев пролежала на сохранении. Я ходила, знаете, вот с этим животом впереди, как с миной замедленного действия. То есть его постоянно сводило в судороге. Он постоянно сжимался. Я постоянно ходила с камнем. Я постоянно лежала, то у меня там кровило, то ещё что-то. И вот у меня вторая беременность на этом продукте. Я ещё ничего не знала про опасную еду. Я ещё ела то, что я ела обычно. Но я включила БАДы, и я включила в очень большом, вот так вот, поверьте, в количестве БАДов в свой рацион. И я до последнего дня была за рулём. За рулём автомобиля. Ещё даже в последний день, в последний день беременности, мы с моей подружкой поехали на заимку Плюснина. Это такой у нас развлекательный комплекс за городом. Поиграли там в бэдминтон с моей сестрой, с её семьёй. Провели хорошо там день. Потом мы назад возвращались. Мы с подругой пошли в ресторан покушать, пообедать. Она со своим сыном, я со своей дочкой. Дети наши дружили. И она говорит, ладно, я забираю Сонечку к себе. И мой ребёнок ушёл к ним ночевать. И в 12 часов ночи я позвонила, она сказала, что-то случилось. Я сказала, я родила ребёнка, надо смысл. Мы только там несколько часов назад с тобой расстались. Вот. И это... Роды мне есть с чем сравнить. Вот в первых родах огромная потеря крови. То есть меня звали там покойничать, потому что я была синенького цвета. Я ходила по стеночке. После родов, через несколько дней, у меня был коллапс дома и аллергическая реакция на железо. И я вообще чуть не умерла. И там вообще страшно всё вспоминать. Вот. И тут вот другая беременность, да, когда ты вот, ну, как конь скачешь, ты за рулём, жизнь кипит, ты летаешь на самолёте, ты летаешь в отпуск. Ты абсолютно нормальная, здоровая женщина. И я точно знаю, как бы, что вот беременность это не болезнь, понимаете? Беременность, она ничем не отличает женщину. Ну, может быть, только ещё больше драйва, потому что, ну, к тебе такое огромное количество любви от мужа идёт. И столько заботы. Я же ещё в коралловый клуб пришла. Такое количество заботилось обо мне людей. То есть вот так всё было здорово. И вот я родила ребёнка. Всё пыталась. Муж вспоминает. Мы рожали вместе. Он вспоминает, как я пыталась встать с кресла, и они меня укладывали. Вот. Ну, довезли меня до палаты. Я встала. И, знаете, я встала с абсолютно плоским животом. Я встала такая, вот как я была 9 месяцев назад. И я в палате нахожусь. И говорю, а что здесь делать? Говорю, мы можем поехать домой. Я, знаете, я сходила, как будто зубы полечила. Я знаю, как бабы в поле рожали теперь. И я знаю, что такое правильное питание. И вот она родилась, вот ей уже 15 лет. Полин, теперь вопрос тебе, детка. Расскажи, пожалуйста. У тебя есть медицинская карточка? Она есть, но она чисто формальна. Она очень маленькая. Когда врачи её видят, спрашивают, есть ещё одна? Это новая? Что случилось? Почему она такая маленькая? Вы что, не болеете? Вот. И по сравнению с моими друзьями, у меня прям самая маленькая медицинская карточка, которая вообще может быть, наверное. Ну да, вот Полина, ну она как бы вот растёт в этом мире, да? Ещё мы много лет жили в Таиланде, и вот сейчас, когда у неё в России появились друзья, она мне прям сказала, она сказала, мама, дети так часто болеют. Да? Да. У меня очень много знакомых, которые лежали в больницах. Я никогда не лежала в больницах. Никогда. Я прям даже боюсь представить, что это такое. Вот. Окей, хорошо. Полина, скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь пила таблетки? Мы про медицинские говорим. Нет, я не пила таблетки. Я пила таблетки только один раз в жизни, когда я болела, и уже ничего не помогало. Да, это было однажды, мы бы же жили тогда в Таиланде. Это была сильная нгина в Таиланде. И когда уже прям совсем ничего не помогало, поехали, конечно, прописали мне таблетки. Да. Это единственный раз в жизни, больше никогда. То есть я пью БАДы с утром, вечером, иногда днём. Причём я пью такую большую горсть БАДов. И я когда друзьям показываю, они думают, они меня всегда спрашивают, что болеешь, чем ты болеешь, что случилось. И всегда очень смешно объяснять людям, что я не болею, это для здоровья, это нужно, это элементы, это то, что я не получу с едой. Вот. И я это просто ем для здоровья. Окей, хорошо. Что ж тебе ещё задать? Ну, скажи, пожалуйста, ты же вот всё равно болеешь периодически, такое же бывает, что ты заболеваешь? Бывает, но сколько, я никогда не болела дольше недели, даже недели, по-моему, ни разу не болела. Ну, бездаростная. То есть вот, когда ты заболеваешь, чем тебе мама, что тебе мама даёт, чем тебе мама лечит, рассказ? Кора муравьиного дерева, H500, микрогидрин, всё да побольше. То есть я заболеваю, у меня сразу же болит, если там видно, то полоскай горло, вот тебе постоянно кора муравьиного дерева, вот держи только ты её, почаще, и на следующий день просыпаешься, ещё, ну, не выходишь на улицу, потому что понимаешь, что ты ещё болеешь, и уже на третий день ты чувствуешь себя прекрасно, ты уже можешь бегать, прыгать и бежать на улицу, делать свои дела. То есть дольше трёх дней очень редко, когда болею. Окей. Полина, расскажи мне, как ты учишься в школе? Я хорошо учусь в школе, на самом деле, причём два года я училась в онлайн-школе, я не ходила в обычную школу, я уже так самостоятельно в этом плане, то есть когда ты ходишь в онлайн-школу, ты должен быть сконцентрированным, ты должен делать всё сам, потому что тебе не ходят свои учителя и говорят, это нужно сделать, это нужно сделать. Вот ты усваиваешь весь материал сам. Вот. и когда уже просто мозги не варили, я ходила на кухню и брала лицетин. Я с самого детства всегда прям разгрызала те огромные бады, лицетина. Точно так же, как когда я была маленькой, мама до сих пор рассказывает эту историю, как я... если парина притихла, это значит то, что парина где-то под столом жуёт чеснок. То есть я где-то брала, забиралась на тумбочке, брала эту баночку и бежала под стол. Только что, меня не видели, и всё, и ела. То есть, если за мной не усудить, я ем чеснок, first food, противити, я до сих пор очень люблю противити, и, к сожалению, его убрали. То есть я ела просто, потому что я хотела этого. Я не могу представить сейчас, как можно было просто за один раз съесть целую банку чеснока. Ну да, дети наши на самом деле ели, и вот мой, и Данила, Владиславин сын, и вот я сейчас услышала от Катюши, что её ребёнок тоже ел. Это вот была масляная форма, и мы не знаем, у нас дети поголовно у всех ели. Я не просто так справлюсь, спрашиваю, дорогие мамы, у детей наших, как они учатся в школе. Я вам хочу сказать, что когда Полине было два года, мы пошли на занятия развивающие, и я там увидела, что мой ребёнок очень сильно отличается. Ну, как-то, знаете, глаз замыленный, у меня дети очень рано начинали говорить, вот, но у них мама, видите, всё время болтает. У детей не остаётся шанса, они же растут по образцу и подобию. Вот, дети очень рано начинали говорить, и, но когда вот ей было два года, три месяца, мы пришли на занятия, и прошло первое занятие, на второе занятие приходим, и у детей спрашивают, там, из кубиков зайцева выкладывают осень, и говорят, какое сейчас время года. Всем детям два года, да, и уже она готовится сама ответить, что осень. мой ребёнок кричит, осень. Ну, честно говоря, я не такая мама, чтобы там дома сидеть, сидеть, заниматься, нет, мама занималась бизнесом, у мамы росла структура, мам был коралловый клуб, ребёнок, знаете, как этот сорняк в огороде, рос сам по себе, вот, и где-то, знаете, ползающий под столами в коралловом клубе, бегающим под столами, вот, и потом она спрашивает, выкладывает октябрь, и говорит, какой сейчас месяц, и открывает рот, чтобы сказать октябрь, и мой ребёнок кричит, октябрь, и я, знаете, и я в этот момент прямо сама такая, о-о-о, вот, и потом я начала обращать внимание, то есть села рисовать, занятие состоит из нескольких комплексов, да, и вот села рисовать, дети черканули вот так и побежали, моя села пока не дорисует, не встанет, преподаватель говорит, ой, вам надо идти на ИЗУ, у неё такая усидчивость, потом такая, ой, вам надо заниматься музыкой, она такая музыкальная, ой, вам нужно куда-то пойти читать, она, короче, в общем, получалось, что ребёнок был способен ко всему, и в какой-то момент я поняла, что я родила ребёнка гения, помню, прихожу в коралловый клуб и говорю, я родила гения, а мне наши женщины, наши тётушки говорят, может, ты думаешь, сама такая умная, у тебя, говорит, лецитиновый ребёнок, да, девочки, мой ребёнок ел лецитин, вот так же я выдавливала на язычок, как сейчас девочки рассказывали, ещё у неё не было зубов, она уже жевала этот лецитин, просто раскусывала капсулы, одно из первых слов было лецитин, вот так же, как сейчас рассказывала Катя, мой ребёнок трёсся за лецитин, а у неё был лецитин, лецитин, она съедала у меня штук по 10 в день, муж говорит, господи, бедный ребёнок, она думает, что это конфеты, вот, причём, кстати, про мужа, когда ей было месяца 3, 4, она у меня затемпературила и заболела к ночи, и я сказала, никаких таблеток не будет, он так переживал всю ночь, говорит, ставь свои эксперименты над собой, со своим коралловым клубом, вот, я говорю, если ты слабонервный, иди спать в другую комнату, наш ребёнок таблетки пить не будет, и когда уже ей было года 4, он, конечно, говорил про то, что он видел, как у его друзей болеют дети, как у детей в рюкзачках, эти вот там, сникерсы, чипсы, эти, чупа-чупсы, короче, чего там нет, и он говорит, ты представляешь, говорит, у меня такое ощущение, что детям просто рот, говорит, затыкают этой, говорит, химией, чтобы, наверное, они не разговаривали, потому что, я наблюдаю, дети, не успели, да есть им что-то новое, воткнули, но наша девочка, конечно, ничего такого не ела, я на сегодняшний день скажу, что мы совершенно далеки от правильного питания, я сегодня понимаю, что я родила ребёнка сыроеда, потому что всё, что я не готовила, я выбрасывала в унитаз, она ничего не ела, и, окей, мама плохо готовит, да нет, оказывается, мама неплохо готовит, ребёнок просто ничего не ел, и в какой-то момент, когда она уже была достаточно большая, может быть, ей было лет 6-7, вообще всегда была проблема её накормить, и я думала, господи, если бы не БАДА, чем бы я её кормила, я вдруг поняла, что сколько фруктов и овощей я ни помою, ни порежу на стол, ни выставлю, это всё уйдёт за день, но варёная еда нет, но я же так усердно её заставляла, и есть это мясо, поначалу, да, есть эту варёную еду, это сегодня, как бы я знаю, сегодня он сколько знаний, что я родила ребёнка сыроеда, и я просто это вот удавила у неё в детстве, и она по-прежнему точно так же ест у меня в основном фрукты и овощи, желательно сырые, овощи сварил, есть не будет, сырую брокколи, да, обожаю, сырую брокколи, да, морковку, да, что там, как мама сварила что-то, ну, это, короче, нужно заставить, напрячься, ну, и, конечно же, пицца, вот, и я хочу сказать, да, ещё раз, что мы реально сегодня очень далеки от правильного питания, ну, мой ребёнок, и, ну, я думаю, что мне никто не может вообще говорить, что будет завтра, да, но то, что на сегодняшний день у меня есть свой опыт, когда ты ребёнка правильно питаешь, когда ты ребёнка убираешь химию, когда ребёнок химии в плане еды, да, когда ты ребёнку не даёшь никакие таблетки, то есть, ну, ребёнок пил таблетку один раз, то есть я не захимичила её, да, мы болели, но отпивались водой и БАДами, вот, то ты получаешь совершенно другое качество жизни, и фундамент очень крепкий, и вот Полина уже сказала, два года она училась в школе онлайн, потому что мы жили в Германии, до этого она училась на английском языке, потом мы в 18-м году переехали в Германию, и пока вопрос визовый шёл, нам приходилось туда-сюда летать, вот, и мы решили в школу не идти, пока поучиться в школе онлайн, заодно подтянуть русский язык, вот, и так случилось, что мы приехали сюда оформлять наши там документы, и случился коронавирус, и ребёнок пошёл здесь в школу, раз уже мы здесь, и вот она у меня проучилась в школе совсем немножко, и в русской школе, как бы у неё, сколько там, 4-5 четвёрок, да, все остальные пятёрки, заметьте, это ребёнок, который два года был на школе онлайн, и который вообще, собственно говоря, в России не учился, и я хочу сказать, что, вот то, что говорил Данила, что память хорошая, и смекалка, вот, ничего не отнимешь, это так и есть, и это у всех наших коралловых детей, я поняла точно, когда мы их накормили лецитином, а это концентрация внимания, да, это память, то мы получили совсем другой результат, дети не изумрят, я не знаю, как Даня, моя вообще, я не знаю, учится она в этой школе, не учится, она просто соображает, понимаете, у неё смекалка развита, то есть у неё память хорошо работает, и это зависит от того, что вы давали своим детям, вы даёте им хлеб утром с маслом, с грибами, да, с дрожжами, запивая это всё чаем, либо вы накормили ребёнка коктейлем полноценным, спирулиной, лецитином, да, мы что-то дали для желудка, но даже одного яблока будет достаточно, и вот, знаете, вот, Полин, ты что-нибудь кроме воды, вот, что ты пьёшь? Воду, воду. Мой ребёнок реально пьёт воду, мы приходим в ресторан, мы очень часто кушаем где-то, очень часто, практически, ну, не каждый день, так через день, и она, вот, она всегда заказывает только воду, ей 15 лет, она, ну, может там, наверное, сделать глоток чая, и то, наверное, да? Ну, так, я не особо люблю чай, но если мы что-то такое, там, чай питье какое-нибудь, то есть печеньки, что-то подобное, то, конечно, чай им гораздо приятнее, тёпленький, но тёплую воду я люблю больше. Вот, она всегда пьёт воду, она не пьёт, конечно, никаких кофе, в принципе, соки только фреши, вот в Таиланде жили, то есть она там фреши пропивала, но вот вода, 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 и когда, мамы говорят, ой, а как же так, а как же сок, ну, вот смотрите, выросло 172 роста, 15 лет, вот без соков выросло, понимаете? Вот без колбасы выросло, без чего ещё там? Дети наши растут, для нас это обычный образ жизни, вот, для других кажется, что это необычный образ жизни, то есть там, я не знаю, без майонезов, без салатов с майонезом, спросите, ела она когда-нибудь такое или нет? Ела ты когда-нибудь салаты с майонезом? Да, ела, конечно, но я не люблю майонез на самом деле. Ну, если ты раз в 5 лет, да, кстати, сейчас думаю, да, она делает салаты с кукурузой, с крабовыми палками, наверное, там несколько раз в году, то, что она ест, да, так бы нет. И я вот скажу, что, а вот, допустим, огурцы, помидоры, просто вот, порезанные, и залитые, причём маслом, именно маслом, они вот поедаются каждый день. Так, ну что, моя хорошая, ты ещё что-то хочешь сказать? Я хочу сказать. Как мама над тобой издевается, например, утром заставляет тебя воду пить? Я бы хотела сказать большое спасибо за то, что люди пишут в чат, мне очень приятно, я всё это читаю, стараюсь. Моя мама заставляет меня пить утром воду, даже через не хочу, то есть я просыпаюсь, у меня уже стоит тёплая вода, и мама со словами «пей», а я только-только глаза открываю, вот, то есть утро начинается не с кофе, утро начинается не с печенья каких-нибудь, а утро начинается с воды, то есть правильное утро. Утро начинается с горстки БАДов, уже через полчаса после того, как проснусь, вот, и это никак не мешает, это, наоборот, улучшает моё самочувствие. То есть даже если я там не позавтракаю, я знаю то, что всё, чтобы я получила завтраки и даже больше, я уже съела с БАДами. Да, так как у нас она очень редко завтракает, поэтому она у нас тоненькая, там внизу пишут модель, да, наверное, уже пора давать, высокая и тоненькая. И знаете, когда она раньше была худенькая, прям совсем тоненькая, была маленькая, то есть тонюсенькая, тонюсенькая была, они говорили, уйди такой тоненький ребёнок, я говорила, да лучше пусть тоненький будет, чем жирненький, вот прям правда, девочки. Вот, и как бы, ну, выросла же, понимаете, вот растёт здоровая, как бы растёт там, красивая, выросла, то есть как бы там, ну, всё в порядке, вот она говорит, сейчас улучшает её самочувствие, я думаю, что она даже не знает, что такое плохое самочувствие. Я как-то её добавила в наш чат, здоровые детки, и мой ребёнок там всё читал, читал, ей может быть было лет 10, и она потом мне говорит, мама, как дети болеют, оказывается. Вот, хорошо, моя красавица, я прощаюсь с Полиночкой, да, я её отключаю, у нас там Лиза, надеюсь, уже в эфире может выйти. Пока-пока, Полина. Так, сейчас я тут добавляю Лизоньку. Так, Лиза. Так, как у меня Лиза тут пишется? А, Елизавета. Так, Елизавета. Так, надеюсь, что там уже всё сложилось. Да, 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 да. Да, да. Уже разговаривает. Ну, рассказывай, быстро, разговаривай, без минуток осталось, да. Да, ну, вот моя вторая беременность, тоже у меня первая беременность была, не, Коралловская, да, вторая была Коралловская. Голос. Коротко сказать, как они отличаются, как отличаются роды. Просто небо и земля. Хоть я и двоих детей рожала дома обоих, да, но вторые роды для меня были, ну, я не знаю, это было, не скажу, что прям наслаждение, но это было очень легко. Быстро, легко, непринужденно, всё так было здорово, что так можно рожать очень-очень много раз. Я всё время смеюсь, мне больнее сходить на депиляцию, чем родить ребёнка. Вот. Дети тоже отличаются, хотя, конечно, у меня уже старшая тоже три года пьёт БАДы, они у меня практически не болеют вообще. Я всегда с ними везде езжу, путешествую, мне все пишут, о, как ты не боишься? Вы что, поехали на море? А ты что, там аптечку не взяла? Зачем мне аптечка? У меня есть БАДы, у меня дети жуют лецитин, все говорят, а как он такую большую капсулу? Он берёт и жуёт с шести месяцев лецитин, он прям сам просит, он, баночки стоят на холодильнике, да, он всегда показывает их, вот так показывает и говорит, дайте мне, вот он знает, что ему надо, он не просто так их показывает, любую, нет, ему надо спирулину, ему надо лецитин, обязательно хлорелу, жир печени акулы, омегу, и курунгу с абрикатапом, которые лежат в хвосте, дети сами достают и едят. Банками, банками прям, у меня всё очень быстро кончается, вот. Скажи мне, пожалуйста, вот у тебя растёт сейчас малыш на продукте, и у тебя рост первый ребёночек, я понимаю, что ты осознанная мама, ты вообще детей дома рожала, но всё равно скажи, отличия есть или нет? Отличия, да, они... В здоровье, в здоровье, вот маленькая у тебя, старшая у тебя росла без добавок, а этот у тебя вырос на добавках, растёт на добавках, разница есть? Висит, висит. Я вроде здесь, вроде нормально всё. Да, а мы не слышим. Ребёнок старший тоже не болел? У неё было пару раз сильные такие проблемы, ангина у неё была в полтора года, я помню, да, когда я ещё о клубе не знала, вот. А так, в принципе, у тебя что тот, что другой ребёнок здоровый? Да, у меня первая дочка тоже, в принципе, здоровая, сейчас на БАДах вообще смышлёная, и память у неё просто сумасшедшая, она вспоминает пять лет. Солнце, ты подвисаешь, тебя практически не слышно. Хорошо, спасибо, моя хорошая. Спасибо, дорогая Лизонька, я тебя отключаю. Время у нас подошло к концу. Я вижу, у нас такого количества обсуждений в чате не было никогда. Я очень хочу, чтобы сейчас я сохраню этот эфир, и мы можем там продумать, продолжить. Пишите, я не смогу этот чат сохранить, да, пишите свои вопросы, которые у вас были, я обязательно на них отвечу, и девочки на них будут отвечать, и мы расскажем вам, как делать паразитарку, и как жевать лицетин, и как то, к чему готовился. А на следующий, а на следующую субботу у нас будет просто бомба. У нас на следующую субботу приглашена уникальная женщина. Это женщина, благодаря которой я вообще пришла в Коралловый клуб, потому что мне дали кассету посмотреть, на которой она рассказывала про систему очищения организма. Она врач. Она топ-лидер компании. Она та женщина, благодаря которой, я считаю, вообще Коралловый клуб состоялся, вот благодаря ей, благодаря той ее кассете. В следующую субботу у нас сама великая, необыкновенная Марина Федоренко. Так что, да, уже пишут, да, это она. Мы продолжаем этот эфир. На следующую субботу у нас Марина Яковлевна, а на следующую субботу мы продолжим эфир по деткам, но только уже немножко с другой темой. Спасибо, что были с нами. Я вас всех люблю. Обнимаю. Хорошего вам дня. Хороших вам выходных. Пока-пока. Пока-пока.